МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1982 год. На базе военно-воздушных сил Белоруссии произошло ЧП. Во время полета с экранов радаров пропал истребитель. Когда по всем расчетам горючее в машине закончилось, на земле начались поиски. Они продолжались несколько часов и не дали никаких результатов. А ровно через сутки самолет приземлился на взлетную полосу. Пилот доложил, что пробыл в небе 12 минут. Точно запланированное время. Сегодня уже доказано, параллельные миры существуют. Их изучают разные науки. Физика, астрономия, математика. С каждым годом фактов, доказывающих существование других пространств, все больше. А реальные истории о внезапных перемещениях людей в иные миры случаются чуть ли не каждый день. Фактическое знание о параллельных мирах, фактическое знание давалось всеми религиями. Языческими и неязыческими. Понимание того, что мы вовсе не венцы творения. Мы не одни на этой земле. Здесь есть боги, есть демоны, есть шайтаны, есть ангелы, херувимы, серафимы и так далее. 1970 год. Военно-воздушные учения на Ближнем Востоке. Здесь произошло странное происшествие. Необычный бой. В какой-то момент самолеты, участники сражения, сблизились настолько, что столкновение стало неизбежным. Но катастрофы не произошло. Сложно было объяснить, как в этой куче помещается 24 самолета, где 4 самолета с трудом должны были помещаться, и не сталкиваются друг с другом. Причем, когда я снимал показания с ребят, то каждый рассказывал свою историю, свое видение. Получалось так, что то событие воздушного боя, которое как бы одно единственное, оно распадалось на, ну, как минимум, на 10-20, ну, как минимум, на пары. Летчик-испытатель Александр Акименков, один из непосредственных участников этого странного боя, отправил отчет в генеральный штаб. Но высокое начальство не поверило показаниям очевидца. Военные создали специальную комиссию, которая занялась обработкой и проверкой данных всех бортовых самописцев с самолетов, которые принимали участие в этом учении. На самом ли деле бой проходил на таком ограниченном пространстве? Приборы подтвердили. Летчики говорят правду. Они действительно находились в катастрофической близости друг от друга. Но по какой-то причине их самолеты не пострадали. То есть, каким-то образом, то, что для каждого из участников все это удачно заканчивается, пространство-время распадается на какие-то составные, в которых все это помещается. И в итоге выстраивается судьба, которую хотят участники. В том бою каждый из участников находился в собственном пространственном измерении. Они фактически не могли столкнуться друг с другом, потому что были в разных мирах. Скорее всего, сознание летчиков расширило рамки привычного мира, и они вышли в другое измерение. И произойти это могло в первую очередь из-за сильного эмоционального напряжения, которое испытали пилоты в том бою. Получается так, что у нашего пространства-времени не три измерения плюс временная координата, а больше, что, в принципе, сейчас физика не отрицает. Мы можем каким-то образом вторгаться в эти измерения, уводить свою историю, свое событие, свое событие, которое вы переживаете, уводить в эти измерения. С тех пор Акименков стал пристально следить за всеми необычными событиями, которые происходили на учениях с ним и его товарищами. Оказалось, что в экстремальных ситуациях возможности человека усиливаются до самых невероятных. Вот еще одно воспоминание бывшего летчика. Во время группового облета района боевых действий оторвавшись от остальных, он отчетливо видел самолеты своих товарищей. И это при условии, что они находились в радиусе нескольких десятков километров от него. Любой специалист сказал бы, такое невозможно. Однако сам Акименков утверждает, что видел даже то, что на пути к аэродрому самолеты стали отклоняться от курса. В это время офицер боевого управления с командного пункта говорит, что мы сдуваем 37 километров. То есть я на дальности 37 километров видел самолет, самый большой размер которого 12 метров, а так гораздо меньше, достаточно устойчивый. В это действительно трудно поверить. Со школьной скамьи мы привыкли к мысли, что наш мир трехмерен. В нем все измеряется в длину, ширину и высоту. Этими показателями ограничены и человеческие возможности. Однако открытия, сделанные за последние годы, указывают на то, что рядом с нами вполне реально могут существовать другие, параллельные пространства. Сейчас существует представление о том, что мы живем в десятимерном пространстве, три из которых рабочие, а плюс время четыре, значит, немаем, остается шесть. Вот эти шесть измерений не свернуты. Увидеть все это многомерное пространство пока невозможно. Оно не излучает ни привычного для нас света, ни электромагнитных волн. Но то, что оно существует, теоретически доказано многими учеными. Еще в 1957 году Хью Эверетт разработал свою версию о расщеплении параллельных миров. Он считал, что Вселенная постоянно делится на огромное количество одинаковых структур. В ходе этого непрерывного процесса и образуются множественные параллели, совершенно не связанные друг с другом. Это квантовая мультивселенная. Чисто теоретическая, физическая концепция мультиверса, мультивселенной, она предполагает, что каждое мельчайшее, невообразимо малое планковское так называемое время рождается новый мир с новым человеком. В том плане, что человеческий разум рассыпается и в то же время собирается в единую картину. Оказывается, внеземной разум это сам человек и есть. Согласно этой теории, один и тот же человек в нашем мире, к примеру, может пахать поле, а в другом параллельном быть богатым и иметь свой дворец с прислугой. Каждый человек планеты одновременно существует и может находиться во множестве параллельных миров и в разных сферах деятельности. Вы с кем-то встретились. Ваша копия. Другая копия в это время занимается совершенно иным делом, потому что каждая ситуация имеет варианты. И вот оказывается, что все неисчислимые варианты, причем это подчеркивает совершенно наука, физика, они имеют место быть. Они решаются, но в каждом новом мире. Получается, что решая одну жизненную ситуацию с большим количеством возможных вариантов, мы накапливаем огромный опыт. Но можем ли воспользоваться всем этим богатством в одном привычном для нас мире? А вот связь между этими мирами как раз вот и дает физическая наука. Это такое понятие, может быть, вы слышали, квантовая телепортация. То есть, оказывается, можно строить каналы с квантовой связи и телепортировать информацию и телепортировать состояние атомов. До этого уже дошли. Есть мнение, что известные открытия были сделаны благодаря квантовой телепортации. Вот только один пример. Дмитрий Менделеев годами обдумывал идею периодической таблицы. Хотя где-нибудь в параллельном пространстве он бы уже давно ее открыл. В нашем мире Менделеев сделал свое открытие во сне. Скорее всего, случайно настроившись на информационный канал и получив ее в готовом виде. Реальность такой возможности подтверждает теория академика Вернадского о ноосфере. Согласно ей, существует коллективный разум или информационный банк данных, в котором и хранится опыт всего человечества. Меняется ноосфера, меняется человеческий разум. Мог бы величайший гений, я считаю, современности Григорий Перельман решить гипотезу по Анкаре, скажем, 50 лет назад. Думаю, что нет. Поскольку не было готова ноосфера, не была еще создана эта оболочка разума. Ученые всего мира давно пытаются разгадать загадку информационной телепортацией. Исследуя людей с экстрасенсорными способностями, они пытаются выяснить, каким же образом им удается видеть то, что не могут увидеть другие. Врач-нейрофизиолог Ольга Кайокина уже не один год занимается исследованием человеческого мозга. В первую очередь ее испытуемыми становились люди с неординарными талантами. Экстрасенсы, целители, парапсихологи. Было обнаружено, что в передних отделах мозга формируется энергетический такой поток из источников происхождения высокочастотных ритмов, который упирается в центр лба. И вполне можно предположить, что этот поток он продолжается и далее. Он выходит за пределы мозга и за пределы головы. Считается, что такой энергетический поток при определенных условиях может создавать каждый человек. Но чаще всего он проявляется у тех, кто находится в постоянной поисковой активности, чья деятельность связана с наукой или творчеством. Многие из них могут даже точно знать, в какое время суток их мозг настроен на восприятие информации извне. И стараются работать именно в этот момент. Я сажусь как ремесленник обычно часов 12 и где-то часов 5 около 5 вдруг все меняется. Фокус глаза меняется. Я, будучи уже работой в очках, ну или хотя бы с лупой, когда прописываю детали, я ее откладываю, я вижу какие-то совершенно необычные вещи. Никас Сафронов, признанный во всем мире художник, не скрывает. Свои картины он пишет в особом состоянии сознания, которое появляется в определенное время. В такие моменты творческого вдохновения Никас как бы начинает жить внутри своих картин. Видит мельчайшие детали, замечает каждую черточку окружающей его жизни. Такое удивительное видение помогает ему разглядеть прекрасное в самых неожиданных вещах. Закрученный линолеум, но он такой был необычный с обратной стороны, там была прям целая история, целая картина. Я говорю, а можете мне линолеум дать? да хоть тысячи метров я накрутил себе метров там пять-шесть, вот, вернулся, натянул на основу, наклеил, вот, и сделал два ангела, нарисовал два ангела, и вдруг вещь зажила. Это необычное восприятие мира сделала Никаса автором нового направления в живописи, Dream Vision. фантастическое марево красок, положенных на холст необычной техникой. Эти картины явно из других миров. Открытием Никаса Сафронова тогда заинтересовались не только знатоки искусства. Ученые тоже решили проверить активность мозга художника. Ольга Кайокина поставила одним из условий эксперимента снять излучение головного мозга в тот момент, когда художник начинает работу над очередной картиной. Источники происхождения этих ритмов формируются в виде потока. Вот этот поток. Вот как раз в этой области у него представлена правая рука. Здесь зона представительства правой руки в коре головного мозга. И поток через правую руку, которую он пишет картину, направлен куда-то во мне, за пределы головного мозга и за пределы головы. Это покажется невероятным, но иногда Никасу Сафронову удается создавать эскизы без карандашей и красок. Для этого ему достаточно всего лишь взять лист бумаги в правую руку. Это вот написано ручной, но до этого я мял бумагу. Мял бумагу, и когда она развернулась, вот эту бумагу я и переписал, она получилась вот только необычной, с какими-то лицами, с выражениями. Ученые считают, что такие ассоциации возникают у людей с расширенным сознанием. Их восприятие действительности выходит за рамки привычного понимания границ пространства и времени. Поэтому они видят и воспринимают столько информации, сколько вмещает в себя их особенный мир. И мы можем в особых состояниях сознания в конечном итоге видеть даже и прошлое, и будущее, воспринимать непосредственно так, как будто бы они протекают параллельно нашему миру. Сегодня Ольга Ивановна убеждена, Никас видит непроявленные миры человечества. Большинство же людей видят только то, что допускает их спящий разум. Однако, говоря о параллельных мирах и телепортации, мы все-таки представляем себе физическое перемещение из одной точки в другую. При этом пунктом назначения может быть место, которого нет ни на одной карте мира. Чаще всего, по рассказам очевидцев, такие переносы происходят по неволе. Ну, например, изменяющиеся по ходу каких-то физических процессов темпа времени. Всем известно наличие хрональных эффектов. Когда кто-то пропадает, допустим, то на секунду, то на год. Или наблюдаются картинки далекого прошлого. на Земле известно немало мест, где существует вероятность проявления таких эффектов. В основном это зоны завихрений больших потоков воды или воздуха. Когда в них открываются каналы между мирами, живые существа или объекты могут свободно перемещаться из одного измерения в другое и обратно. Там, где есть отклонение усредненных геофизических параметров, я имею ввиду прежде всего напряженностью электромагнитного поля и так далее, это связано с силовым каркасом Земли. Есть целые сети такие, в узлах которых как правило наблюдаются так называемые аномальные или геоактивные зоны. В некоторых случаях бездна открывается при внезапном изменении климатических условий. Например, у Бермудов место аномальных явлений перемещается в зависимости от течения Гольф-стрим. Но есть и такие аномальные очаги, где случаи телепортации фиксируются регулярно. В нашей стране это гора мертвецов на севере Свердловской области. Медведицкая гряда в Волгоградской области и Жигулевский полуостров на Волге. В Москве случаи перемещения людей отмечались в одном из популярных мест отдыха в Кузьминском лесопарке. Я потерялась во времени и пространстве. Мне действительно стало очень страшно. Я испугалась. Испугалась то, что я никогда уже не смогу видеть своих близких и родственников. И я очень сильно устала, бродила по лесу и никак не могла найти знакомые пейзажи. Этот случай произошел с местной жительницей Яной ровно 10 лет назад во время романтического свидания в Кузьминском парке. Сегодня девушка вспоминает, что в какой-то момент ее спутник ненадолго отлучился. И она, чтобы скоротать время, решила в одиночку прогуляться вокруг старинного особняка. Когда Яна приблизилась к заброшенному зданию, прямо перед ее глазами возник странный незнакомец. Ко мне подошел мужчина странного вида, абсолютно не вписывающийся в общую атмосферу. Он был в пиджаке, строго одет, ботинки начищены, в черном. Посмотрел мне в глаза, ничего не сказал, и исчез. Девушка увидела, что мужчина в черном зашел за угол здания. И она направилась за ним. Однако незнакомца там не оказалось. Он словно провалился сквозь землю или растворился в воздухе. И вдруг я замечаю, что атмосфера полностью изменилась, то есть нет никаких зданий. Вокруг болотистая местность. Такое впечатление создавалось, что парк тот же самый, вроде та же самая растительность, но абсолютно какие-то другие времена. Скорее всего, это может быть было прошлое, может быть далекое будущее. Перепуганная насмерть Яна долго бродила среди болот в поисках выхода. Ей показалось, что прошел целый час, прежде чем перед ней стали возникать знакомые пейзажи. Уставшая, с ощущением сильной головной боли, она непонятным для нее самой образом оказалась рядом со старой усадьбой. Там девушку уже ждал друг, сильно озадаченный ее внезапным исчезновением. Я когда спросила, сколько его отсутствовал, я не стала сразу об этом всем рассказе, он сказал, что его не было наверное минут 10-15 максимум. Но мне показалось, что времени прошло достаточно много. Девушку долгое время не покидали мысли о незнакомце. Кем же на самом деле был этот странный субъект вдовлеска на чищенных ботинках, плодом ее собственного воображения или привидением, открывшим для нее дверь в параллельный мир. Я думаю, что на самом деле этот мужчина, которого я встретила, он не случайен, и скорее всего даже может быть это не человек, а какая-то сущность. И наверное как-то повлиял на такой исход событий. эксперты считают, визиты таких сущностей в наш мир свидетельствуют об аномалии места, где они появляются. И именно там и находятся так называемые временные порталы. Специальные приборы, которыми пользуются исследователи, фиксируют в таких зонах сильнейший электромагнитный фон. месяц назад мы были в Кузьминском парке и собственно оставались на ночь, разбили палачный лагерь и где-то в районе 11 часов вечера у нас была камера на штативе, мы начали просто снимать здание, которое раньше было больницей, когда-то давно, в старые времена. Исследователям удалось заснять на камеру с инфракрасной подсветкой полет светящихся шаров в небе. Участники экспедиции уверены, что эти плазмоиды неупокоенные души умерших людей, которые проникают в наш мир в виде сгустков энергии. Здесь очень много захоронений было еще в древние времена. Так как здесь раньше была оболочистая местность, не исключено, что очень много людей потонуло в этих краях. И в связи с этим, когда мы с Вячеславом приезжали на это место для своих исследований, мы действительно с помощью аппаратуры выявляли очень мощные переменные магнитные поля. Согласно архивным документам, в языческие времена на этом месте было капище Чернобога, властителя мира мертвых. Древние жильцы приходили сюда и при помощи специальных ритуалов и заклинаний открывали порталы в потусторонние миры, призывая оттуда призраков. Возможно, некоторые из этих существ до сих пор блуждают по нашему миру в поисках обратного пути, придавая месту своего невольного обитания несвойственную энергетику. Сила места, его информационное поле или те двери в параллельные миры, они охраняют от того, чтобы люди селились в этих местах. И мы даже вот тут вот видим, если посмотреть на парковую зону, где-то тут кафе, ресторанчики, усадьбы, они все находятся в стороне. В том месте даже дом заброшен, там никто не живет, его не реконструировали, он полуразрушен, там деревья кривые. Чтобы проверить аномалию этого загадочного места, участники исследовательской группы Неман, Илья Сыгляни и Вячеслав Климов решили провести специальные замеры. Однако в самом начале этого эксперимента профессиональная аппаратура стала выходить из строя, и исследователям пришлось удалиться на несколько метров от злополучного здания, чтобы привести приборы в порядок. Смотри, сигнал, видишь, красный появился, то есть мы вошли в аномальное место. То есть сейчас мы фактически находимся в период активности этой аномальной зоны? Вот ближе к дому я подхожу, начинается рост энергетических всплеслов. Слушай, Слав, смотри, у меня на приборе магнитометр выдает 656, 420, они начинают резко изменяться. Смотри, 809, нереально, просто нереально большое значение для такого места, это что-то невероятное происходит. глаза как болят, вкус металлический во рту, не очень хорошее место, пойдем. Большие значения приборы начинают выдавать нам, и в то же время начало ощущаться физическое воздействие вот этого места на организм. Приборы четко показали, Илья и Вячеслав находились в облаке заряженных частиц, которые по непонятным причинам сконцентрировались в одной локальной области. Это говорит о том, что исследуемая ими аномальная зона находится в активной фазе. Если бы мы еще находились тут в ночное время, то мы бы могли скорее всего зафиксировать открытие портала, проявление сущностей потустороннего мира, привидений, может быть, даже сами могли бы провалиться в какую-нибудь дыру во времени. Исследователи считают, что ворота в параллельные миры невозможно увидеть невооруженным глазом. Внешне место входа ничем не отличается от окружающей обстановки. Однако, попадая в такую зону, человек испытывает ощущение, похожее на полет в трубе. Его словно засасывает в бездну. Стоит лишь какой-то части тела попасть в сферу влияния портала. Самое опасное в перемещении через порталы оказаться внутри какого-нибудь предмета, выше или ниже уровня земли при выходе из него. В таких случаях происходит страшное. Человек исчезает навсегда. Те, кому все-таки удается вернуться назад, как правило, не помнят, что с ними случилось. Всем известна Бермудская зона, это один из таких сильных узлов, или море дьявол, япония, сильные такие узлы. Тут можно говорить, что угодно, портал, в иное измерение, там как угодно, где пропадают целые корабли. Но есть меньшие значимости, есть совсем локальные какие-то, в лесу идешь, вдруг на какой-то полянке ничего не растет, как выясняется, там гиблое место. Одна из самых необъяснимых гиблое гиблое Продолжение следует... Продолжение следует... Там, где есть отклонение усредненных геофизических параметров, я имею в виду напряженность электромагнитного поля и так далее, это связано с силовым каркасом Земли. Есть целые сети такие, в узлах которых, как правило, наблюдаются так называемые аномальные или геоактивные зоны. Их много, но степень их значимости разная. Наиболее часто порталы обнаруживаются в зонах тектонических земных разломов. Одно из таких необычных мест мы попросили проверить известного экстрасенса Зеродина. Вот это место, аномальная зона, которая действует организмом человека, действует организмом, вот физиологией. Здесь можно там истелять, истелиться. Здесь можно лечиться. Здесь можно сделать хорошее санаторие или что-то. Такие ощущения у Зеродина вызвало нахождение в районе так называемого Сходненского ковша на северо-западе Москвы. Это место считается одной из самых сильных энергетических зон столицы. Ученые считают, что около миллиона лет назад сюда упал метеорит. В результате появился кратер, который сегодня напоминает чашу ковша, размерами примерно километр на километр и глубиной около 150 метров. Я четко знаю, что здесь, если будем копать землю очень глубоко, там мы можем найти этого метеорита. Это я чувствую. Исследователи аномальных зон давно заметили, места падения космических тел привлекают к себе гостей из внеземных цивилизаций, желающих подзарядиться неизвестной энергией, идущей из Земли. Так еще в конце прошлого века москвичи стали наблюдать в районе Сходненского ковша неопознанные летающие объекты. В вечернее время, когда я тут проезжал мимо, вот, смотрю огоньки, то есть когда я пошел, я первым делом думал, что это фонарики, вот, оказалось, что нет. Значит, во-первых, потому что один, значит, оранжевым цветом слегка горел, а второй был серебристый. Вот, причем это были 90-е годы, когда светодиодных фонарей еще не было, ну, в широком распространении. Тогда светящиеся фонарики не очень заинтересовали Андрея. Вскоре он забыл об увиденном. Однако 10 лет спустя Андрей Сафронов снова увидел загадочный неопознанный объект в том же самом районе. Только на этот раз он хорошо разглядел все детали летающей конструкции. Она явно была не человеческого творения. Реально видела пролет летающей тарелки, которая летела со стороны района Митина, вот, сделала крутой такой изгиб, и как раз ушла в сторону Сходнинского ковша. Вот, причем размер был вот примерно такой, вот, она висела на относительно небольшой высоте, где-то, ну, метров 40-50. Вот, и были четко прописаны детали у нее, то есть, именно мелкие детали, то есть, которые позволяли говорить, что это именно тарелка, а не самолет и никакой другой объект. С тех пор Сафронов заинтересовался Сходнинским ковшом и стал его изучать. Он сутками не покидал гигантский овраг, прочесывая его вдоль и поперек. Странные находки, которые обнаруживал исследователь, только подтверждали аномалию этого места. Когда я лазил по этому ковшу, вот, обнаружил места, где были сухие деревья. Ну, деревья либо умирающие, либо уже умершие, абсолютно сухие, уже листва сброшены. Вот, и на них выросли гигантские грибы-вешенки. Причем размер некоторых грибов достигал вот примерно вот такого диаметра. Рассказы очевидцев о Сходнинских НЛО позволяют предполагать, что здесь существует постоянно действующий портал в другие миры. Чтобы убедиться в этом, мы попросили провести свой эксперимент исследователей из группы Неман. Это известно, что звук древних сакральных тибетских чаш помогает открывать двери в другой мир. Аппаратура показывает, что начался рост значений 225, 221. Когда звучала чаша, в этом месте звук ее переходит резко на ультразвук, очень высоко. Это говорит, что энергии этого места резонируют на очень высоких частотах. В этот момент все, кто наблюдал за экспериментом, почувствовали изменение сознания. Ощущение было недолгим. Экстрасенс Зирадин заметил, что именно такое состояние он испытывает всегда, когда настраивается на получение информации из параллельных миров. Получается, что люди, завершившие свою земную жизнь, могут существовать в каком-то параллельном мире и время от времени наносить нам визиты. А могут ли живые наведываться в гости к умершим родственникам и вернуться потом обратно? В древнеиндийской ведической культуре такая возможность не исключается. Но для этого человек должен овладеть мистической силой ситхи, которая достигается путем многолетних духовных практик. Йоги, владеющие этими силами, они могут совершать такие немыслимые, казалось бы, нам чудеса, как менять форму, становиться невидимыми, то есть терять свою материальность. Они могут путешествовать сквозь пространство и время. Благодаря силе ситхи йоги могут передвигаться по солнечным лучам со скоростью света и проходить сквозь стены. Причем не только в процессе медитации, но и на физическом уровне. Иисус Христос тоже проходил сквозь препятствия, когда Он воскрес из мертвых. И Он являлся апостолом, проходя в закрытое помещение. Это неоднократно описывалось. То есть явно Христос – это высшее божество, которое обладало этими силами. В индийской ведической литературе есть упоминания о древних летательных аппаратах. По описаниям, они представляют собой огненные шары, о которых рассказывают современные очевидцы НЛО. По мнению исследователей, эти неопознанные летающие объекты тоже попадают в наш мир с помощью техники ситхи. Возможно, если боги или божества, которые раньше были на Земле, являются пилотами этих НЛО, как я вот считаю, то, возможно, как раз вот эти вот их обитания находятся в других измерениях. Хотя мне, как материалисту, легче представить, что они просто находятся где-то под землей, какие-то у них есть базы подземные. А вот еще одна удивительная легенда. О древнем народе Чуть, владевшем магическими способностями и глубокими знаниями о мироздании. Считается, что жили они на Урале. Местные жители рассказывают, что у подножья горы Иремель, где до сих пор находят следы древних чудских капищ, часто появляются и исчезают странные существа. А над горой время от времени кружат огненные шары. Вот эта параллельная жизнь каких-то других существ, вот, она, конечно, всегда была, вот, и она играла роль. Потом, может быть, вот на базе вот этой самой параллельности возникали условия для возникновения религии. Исследователь Сергей Григорьев много лет посвятил изучению чудской истории. Он уверен, чуди не мифологические герои, а нереально существовавшие люди. Многочисленные артефакты удалось разыскать в местах их предполагаемых поселений, относящихся к первому тысячелетию до нашей эры. Судя по этим предметам, уже в те времена у народа Чуть была хорошо развита горнодобывающая промышленность. Народ спокойно обрабатывал металлы, то есть плавил бронзу, и из бронзы делал замечательные отливки в виде скульптур, которые дошли до наших дней, так сказать, в виде инструментов. Топоры, там еще другие инструменты. Есть версия, что на Алтае и на Урале до сих пор существуют следы чудской цивилизации. Краеведы и исследователи предполагают, что почти все месторождения руд, на которых строили свои заводы Демидовы, были указаны особыми чудскими метками. Уральские сказки Бажова, они все в основном построены на предметном мире чудском, потому что там в каждом городе огромное количество подземных территорий, какие-то ходы подземные, какие-то разработки рудные, они искали камни драгоценные, они искали руду разных металлов, и все это была чудь. Существует легенда о загадочном исчезновении чудской цивилизации. Считается, что чуди покинули землю, когда узнали о приближении чужаков, охотников за драгоценностями. Они в одночасье вырыли пещеры, накрыли их специальными навесами на столбах, а сверху сделали насыпи из камней. Собрав все свое имущество, чуди опустились в эти пещеры, подрубили столбы и заживо погребли себя. Переход реального народа в легендность связан с тем, что непонятно, куда исчез. И, конечно, единственный реальный вариант, куда исчез народ, это там, где он работал. Под землей. Есть версия, что чуди не погибли, а перешли в другой мир. Параллельный. Они живут там по сей день и охраняют свои богатства, скрытые под землей. Старожилы приводят немало примеров, когда кладоискатели, натыкаясь на чудские погребения, сталкивались с ожившими мертвецами. Говорят, что после таких встреч некоторые лишались рассудка и не могли оправиться всю оставшуюся жизнь. Вот они копали-копали, и, кто копал, натыкались на бревенчатый настил. А это погребальная камера, как у скифов. Она сделана из бревен, и там внутри, значит, ну, как он, умерший. Вот. И они, как только докапались до этой самой погребальной камеры, в смысле, до верхнего настила, оттуда возникал голос. Отдай голову и продолжай копать дальше. Очевидцы рассказывают, что путь к вершине Иремеля, который еще называют Святой Горой, открыт не для всех. Если сюда приходят люди с плохими мыслями, гора строит им всяческие козни на пути. Но если человек стремится к духовному развитию, чуди вступают с ним в контакт. Мы подошли к краю равновесия планеты. И, честно говоря, вообще-то говоря, должны были быть как плесень сметены отсюда, потому что мы, ну, начали просто уже матушке Земле мешать. И, возможно, только вмешательство обитающих вместе с нами в других параллельных мирах здесь, на Земле, сущностей, и еще как-то нас останавливает от этого необдуманного шага. Загадочные круги на полях в последнее время все чаще появляются в разных уголках планеты. Исследователи считают, что таким образом представители других миров хотят сказать нам о какой-то предстоящей катастрофе. Существует версия, что миллионы лет назад, накануне всемирного потопа, людей тоже предупреждали. Известно, что в разных частях света разные народы получили информацию о грядущей катастрофе и о том, что надо спасаться. Мы можем заключить, что кто-то их проинформировал. Я считаю, что это могла быть какая-то инопланетная цивилизация. Но никто не понял смысла тайных посланий, кроме Ноя, которому, как известно, удалось спастись. Ноев ковчег был совсем не маленьким. При этом он был довольно хорошо спроектирован. Размеры Ноева ковчега, которые приводятся в Библии, достаточно достоверны. В ковчеге, кроме семьи Ноя, могли поместиться различные виды животных по паре, потому что это требовалось для продолжения рода. Ковчег Ноя представлял собой огромную конструкцию, но габариты плавающего средства не гарантируют ему непотопляемость. Например, большие размеры всем известного Титаника не обеспечили ему безопасность, и он ушел на дно почти со всеми пассажирами. А Ноева судно благополучно пережило страшную стихию и в целости и сохранности причалило к горе Арарат, когда большая вода стала убывать. Этому существует только одно объяснение. Ковчег не болтался в бушующих водах мирового океана. Он, судя по всему, преспокойно переждал стихию в каком-то параллельном измерении, а потом телепортировался обратно на Землю. Но каким же образом произошло перемещение в пространстве и времени? Суперэнергия какая-то из космоса, луч какой-то, допустим, ударил. Это энергетические изменения вообще природы. И вот в этом ключе переход хватило для того, чтобы перейти условно в другое какое-то существование, в мир какой-то другой, параллельный. Это большие энергии такие должны быть. Сегодня ученые не сомневаются. Они скоро откроют дверь в параллельные миры. И прогулка в иные измерения станет делом обыденно. А пока исследования продолжаются.